Дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на аккаунте Dexter, сейчас конец сезона, ну осталось 13 часов до конца, и он находится на 5800. Скорее всего, этот ролик выйдет уже на следующий день, когда сезон закончится, но тем не менее, я хочу записать, потому что сегодня будет вечером стрим, вы скорее всего уже его смотрели. Я попытаюсь, возможно, его колоды, возможно, какой-то другой буду проходить, не проходить, а апать кубки. Короче, вот такая вот дека, я ее уже ранее показывал, но я вот этой декой уже пробовал на стриме, и у меня ничего не получилось сделать против лавы. И я хочу сегодня конкретно посмотреть, как он ее выиграл, а он ее выиграл несколько раз, ну я видел два поединка. Причем соперники у него, друзья, очень скилловые, ну то есть 6200 он видим, 6300 рекорд, вот против лавы он 3-1. Короче, сейчас посмотрим, колода реально пушка, советую вам тоже присмотреться к ней. И если вам ролик понравится, пожалуйста, поставьте лайк, если на канале впервые подпишитесь, вот. Да и вообще лайк поставьте Декстеру за 5800, реально молодец, я на 5200 удержаться не могу, а он на 5800 сидит, красавчик. Ну что, теперь посмотрим повторы, вот против лавы, как раз таки 3-1, мне очень-очень интересно, как же он лаву выиграл, что нужно делать, чтобы вытащить просто эту конченую лаву. Я, мне прям бомбило ужасно, я не мог ничего сделать. Итак, у нас сборщик, окей. Я, кстати, играл против лавы молнии, но тут есть, по-моему, и такой повтор против, тут сейчас фаербол, а я играл против лавы с молнией, вот. Но мы посмотрим два поединка, я, ну конкретно с лавой, я хочу разобраться. Итак, ну вот, летит лава, у нас стоит сборщик. Сейчас подкидывается шарик, что мы делаем? Ставим голема, окей. Подбрасывается шарик, есть такое. Дальше, что делаем дальше? Дальше мегамуха и мегамуха на шарик, плюс летучие мышки. Противник запнул, но почему противник не кидает фаербол, вот что интересно. Так, подкидывается банда гоблинов, минус, смотрите, минус, этот, вышка и минус сборщик. Плюс голем, что там с големом? Голема потихоньку, ога, мини-пику подкидываем. Сейчас будут стражи, зап, ну, стражи! Ну, стражи же! Ну, что такое? Что он делает? Почему? Почему он стражей не выбросил на мини-пику? Ну, блин. Ну, понятно, вышку забрал, потому что пропустил мини-пику. Мой бы соперник по-любому выбросил бы стражей на мини-пику. Вот иногда смотришь повторы, типа, вот как играть против этой деки. Ну, его соперник совершенно по-другому себя ведет. Ну, ладно, вот что он так долго только что простаивал эликсир? Вот почему? Я не знаю, сколько там, наверное, капли две он потерял. Ладно. Окей. Может, что-то там пошло не так, затупил. Давайте смотреть. Летит лава. Продолжаем. Так. На лаву что мы выбрасываем? Пока ничего. Летучие мышки. Соперник, что ты ждешь? Что происходит? Да, ну, понятно, короче. Понятно. Соперникам что-то понятно. Лагает, лагает соперник. Я просто повторы, ребят, не смотрел. Вот впервые смотрю. Я не знал, что тут такой поединок. Окей. Давайте посмотрим другой, другой, другой. Вот, к примеру, вот этот. Вот против мортиры, а потом еще против одной лавы. Не, хочу вот сразу против лавы посмотреть, а потом против мортиры. Но мне очень интересно, как выиграть лаву. Вот прям очень. Так, где тут я видел против лавы? Так, это... Ага, вот, вот. Это же глобал. Да, это же глобал. И 5700 кубков. Поехали. Тут, опять же-таки, не молния, а фаерболт. Окей. Давайте сейчас x4, чтобы начало побыстрее началось. Вот. Все. Вот так вот. Все, поехали. Итак. Надгробия ставится. Хорошо. Что мы в свою очередь делаем? Мы в свою очередь готовим сборщик. Ставим его вот так вот. Окей. Так. Хорошо. Соперник не контрит. Ага, вот. Полетел фаерболт. Все. Мне нравится действие соперника. Вот примерно так против меня играли с лавой. И вот мне интересно, как Декстер тут затащит. На эту же сторону кидается голем. С противоположной стороны на нас движется Гонча. Наши действия. Смотрим. Пока никаких действий. Но мне очень интересно. Вот реально я бы не знал, что делать. Подкидывать голему или дефать лаву. Так. Подкидываем. Ой, дефаем лаву. И летучие мышки еще. Хорошо. Так. И подбрасывается банда гоблинов. Капец. Соперник пропустил голема. Пропустил банду. Не выбран. Не поставил надгроби. Не выбросил стражей. Ну. Ну. Против меня не так играли с лавой. Против меня. Меня бесило, что постоянно соперник ставил это надгроби. Постоянно. Мой голем к вышке ни разу не дошел. На мини-пику выбрасывались стражи постоянно. Тоже ничего не получалось сделать. Банда гоблинов контрилась там запом, миньончиками. Все остальное фаерболом накрывалось. Все. Я ничего не мог сделать. Я не понимаю, что делает... Что делаю я не так. Ну. Я приблизительно так же играл. Ну. Тут что-то не то с соперниками. Вот прям уже второй поединок не то. Ну. Ладно. Понятно, что 200 хп он добьет. Давайте. 10 хп осталось. Окей. Тут очевидно. Жаль. Жаль. Я, честно, недоволен. Недоволен конкретно. А вот еще против лавы 0-0. Так. Ну все. Больше нету против лавы. Ну. Мне кажется, лава контрит эту деку. Мне так кажется. Я так и не увидел эпичности и нормальной игры от соперников. Ну серьезно. Это не нормально, что голема пропускает он к вышке. Надгробе стоит 3 эликсира. 3 эликсира дефает голема. Если еще что-то подкидывается, то там уже, да. Там уже, конечно, надгробе не спасет. Но у него же тоже были карты. Нафига он подкидывал мегамуху к шарику. Нахрена он это делал? Не знаю. Мне кажется, там соперники ему такие немножко туповатые. Хотя они с рекордами 5600+. Не знаю. Не знаю. Вот у меня совершенно не такая игра была. Ну на стриме, которые были люди, они видели, да. Как это все происходило. Лава все на себя принимала. Всех моих юнитов. А голема на его половине просто разбирали. Но я, по-моему, понял одно. Что надо атаковать с противоположной стороны. Вот. Но все равно я не знаю, как останавливать лаву шар. Я так и не научился, если честно. Посмотрев эти два повтора. Ладно. Все. Теперь смотрим противомортиры. Тоже очень интересно. Так. Стоит сборщик. Так. Окей. Пользом нам накрывается наш сборщик. Мы не получаем дополнительный эликсир. Ну, как? Просто уйдем в ноль. Так. Окей. Мини пека на хога. Так. И еще летучие мышки зачем-то подкинулись. Ну, сейчас запнет он. Так. Угу. Дальше что? Опять готовим. Опа. Нифига. Ничего себе. Ой. Я вот, знаете, вот конкретно какой-то... Какое-то везение, блин, я вижу просто. На самом деле, естественно, что Декстер играет лучше, безусловно. Ну, вот как так? Мини пека дошла к вышке. Ну, у меня такого никогда не происходит. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Ладно. Это, в принципе, еще ничего не меняет. Как бы, там одна тычка, это еще мало. Ладно. Смотрим дальше. Соперник. Дефай сборщик эликсира. Не будешь дефать. Не дефай. Окей. Вот как-то он его заставил дефаться. Что, ну, пропустил он сборщик. Что изначально не кинул, да, яд свой. И потом уже было поздно, мне кажется. Ставится голем, чтобы мортира на вышку не сагрилась. Мортира на деф. Вот тут мне интересно, что ты будешь делать. Окей. Подбрасывается мега миньон. Сплитится банда. Подбрасывается мини пека. Кидаются стрелы наперед. Хорошие, причем, стрелы. Реально хорошие. Сейчас готовится зап. Зап. Ну. Отличный зап. Так. И что? Ага. Опять подбрасывается мега муха. Подбрасывается банда. Так. Неплохо. Слушайте. Реально неплохо. Так. Тут сейчас зап. Отлично. Стрелы. Стрелы. Так. И. И нет, мини пека не доходит. Вот приблизительно у меня так же было. Так. Хорошо. Смотрим дальше. Сейчас будет хок. Сейчас будет атака. Я бы на. На. Месте соперника. Да. Вот такую атаку бы сделал. Окей. Ага. Вот мини пека на хога. Так. Мартира сейчас на деф. Как видим у соперника вообще эликсира нет. Он до хрена потратил. Вот. Ну тут да. Тут мы уже запушим. Тут однозначно. Стрелы наперед. Никого не убивают. К сожалению. Вот он зап. И. Мини пека не доходит. Зато доходит голем. Ну. Тут конечно приблизительно я понял. Тут пошел прессинг. Ну. Знаете от чего прессинг пошел? От того что. Один сборщик соперник пропустил. Он реально его не задефал. Если бы он задефал. Такого прессинга на двойном не было бы. И мне кажется. Ну блин. Все равно. Я не назову это случайностью. Да. В каких-то моментах везет. Что соперники тупят. Ну. Извините меня. Он же. 5800 взял. А. Это не одна игра. Это. Очень много надо провести игр. И. Это не случайность. Это уже закономерность. Естественно. Он. Шарит этот дек играть. И по-моему. Он автор этой колоды. По-моему. Это его конкретно дека. Красавчик. Я. Не знаю. Что еще сказать. Я так не смог сыграть. Я не знаю. Я видимо. Что-то делаю не так. Вот. Против трех мушкетеров. Может быть. Еще посмотрим. Давайте посмотрим. Еще одну каточку. Против трех мушкетеров. Друзья. Просто. Ну. Мы с вами. Получается. Только. Две атаки. Посмотрели. В одном. Соперник сдался. Да. В одном. Очень странно. Играл славой. Противник. Хотя. Это 5700. Тут. Такого не должно быть. Вот. Опять-таки. Я обращаю на это внимание. Почему соперник. Не поставил надгробие. Это остается загадкой. Он бы задефался. Он бы задефался. Если бы поставил надгробие. Тупость. Очень. Тупо. Так. Вот. У меня не пошла катка против трех мушкетеров. Потому что. Я. Короче. В цикле. У себя не увидел сборщик. Вот. У меня тогда не получилось с этим. Ох. Как хорошо он словил шахтера. Красава. Вот. У соперника был сборщик. У меня нет. Я по-моему. Ага. Воу. Воу. Мне вот интересно. Что же. Что же ты будешь делать. Так. Ну. Голем. Безусловно. Голем. Вот. Но. По-моему. Мушкетеры раньше подойдут. Ой. Еще это ранг. Капец. Ну. Ну. Мне очень интересно. Как же он здесь затащит. Прям в предвкушении. Так. Минус башня. Ой. Еще и минус голем. Вот. Вот. Интересный поединок. Прям пипец. Пацаны. Вот. Классно. Мне аж. Вот здесь я смотрю с большим интересом. И вот интригой. Что же будет. Смотрим. Что. Мы не ставим. Вот. Видите. Все. Я понял. Я бы. Вот. Сразу. Себе. Моделирую ситуацию. Что бы делал я. Я бы. Наверное. Сейчас бы забивал. И ставил бы сборщик эликсира. Вот бы моя была ошибка. Он снес башню. Благодаря тому. Что у соперника. Не дешевая колода. Те карты. Которые были дешевые. Он слил. Соответственно. Мы постоянно прокручиваем цикл. У нас быстро он крутится. Мышек там. Банду. Мини пеку. И мы выловили тот момент. Когда у него в руке был. Орда миньонов. Тремушка терра. Заб. Да. По-моему. Еще что-то. Вот. И. Соответственно. Получилось. Получилось делать проход. Вот. Ну. Опять же таки. Такая ситуация. Вот. Конкретно. По игре. Может быть. Если у нас. Как и у соперника. Так и у меня. Будет. Сборщик в начале. Мне бы было интересно. Посмотреть. Если бы не было сборщика в цикле. Как бы. В этой ситуации. Надо было вывозить. Вот. Мне было бы интересно. Что нужно делать. Прокручиваться до сборщика. Или ставить голема. Вот. Мне вот эти моменты интересны. О. Вот он второй голем. Это козырь Декстера. Он всегда так делает. Он крутится до второго голема. Он крутится до второго голема. Смотрите. Вот он голем доходит к вышке. У соперника. Ноль. Ноль элика. Чекать. А не. Ну. Сейчас уже пять. Сейчас уже пять. Но они его не спасают. Охеренно. Все. Я буду пытаться так же делать. Я думаю что люди которые уже были на стриме. Они уже видели мои ужасные атаки. У меня по любому так не получилось. Я. Я Ванга. Я из будущего. Вот. Просто этот ролик уже выйдет после того как я на стриме буду уже этой декой играть. Короче Декстер. Если ты смотришь это видео. Блин. Ты красавчик. Научи меня играть этой декой. Научи меня играть этой колодой. Спасибо ему за предоставленные повторы. Спасибо ему за деку. Спасибо ему за рекорд 5800. Надеюсь я на его аккаунте открою сундук. Ставьте лайк если хотите чтобы я открыл у него на аккаунте сундук. Надеюсь он разрешит. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь вам тоже понравились повторы. Надеюсь вам понравится дека. Дека реально 3.9. Очень крутая. Все ребят. Спасибо за просмотр. Желаю удачи. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok